Добрый день, микрофон Светлана Занькова, в эфире программа «Будьте здоровы». Напротив меня Дмитрий Курдюмов, главный врач третьей больницы, КОКБ третьей больницы. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Добрый день. Это, насколько я понимаю, старое название. Правда же? Конечно, мы не просто так сегодня здесь собрались, потому что буквально совсем недавно прошла информация, что наша в простонародье называемая травматологическая больница теперь преобразована в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Вот я бы хотела вас спросить, когда конкретно и в связи с чем было принятое решение, является ли это чистой формальностью, или к этому вы как-то шли, и теперь будут последствия, в том числе и в связи с переименованием, оно что-то знаменует. Добрый день, Светлана. Надо сказать, что шли мы к этому долго, и переименование носит неформальный характер. Прежде всего, для того, чтобы переименовывать структуру в Центр травматологии ортопедии, должно быть несколько составляющих. Причем к этому нужно подготовиться, если хотите, нужно созреть. Первое. Должны профиля, соответствующие травматологии, ортопедии и нейрохирургии, объединены под обним крышей. Я могу сказать, что таких субъектов, как наши, где такие профиля существуют, как централизованная структура, ну вот мы апеллируем эту информацию, кратко восьми, да, но возможно... По стране. Да, по стране. Возможно, она уже не актуальна, но где-то, скажем так, до десятка субъектов имеет такую объединенную структуру, единую. Если элементарно зайти в интернет, что я сделала сегодня в поисковике, то очень много центров травматологии и ортопедии, но так, чтобы еще и нейрохирургия присутствовала. Ну, здесь, наверное, еще и делить подведомственность всех центров. Центры у нас вообще приняты подведомственными здравоохранения, ФМБА, то есть федеральные центры. Мы центры подведомственные, в общем-то, нашу полномочную органу, Министерство здравоохранения Кировской области. Региональные. Да, региональная субъектовая структура. Поэтому таких единиц, ну, я думаю, что уже меньше в ОСПИ. Дальше, наверное, нужен коллектив. Естественно, что здесь у нас сформировался молодой коллектив. У нас средний возраст наших хирургов, ну, до 30-35 лет. Достаточно молодые, активные. Ну, и какие плюсы? Мы здесь, в общем-то, если хотите, вольны с учетом того, что мы не имеем, ну, некоторых, скажем так, далеко идущих глубоких традиций. Вольны выбирать самые ведущие, самые новые, современные технологии, в общем-то. И можем их комбинировать, в общем-то, и что мы с успехом делаем. У нас нет, еще раз, что хочется сказать, традиций таких архаичных. Ну, то есть мы не работаем по старинке, что называется. По старинке, да. Хотя некоторые центры, ну, надо сказать, не только наши профи вынуждены это делать. Именно в связи с тем, что... В связи с уважением к традициям, к профессорскому составу, в общем-то, у нас такого нет. Мы сразу же внедряем то, что, в общем-то, имеет научную образовую эффективность. И молодые доктора осваивают очень быстро, все новейшие технологии учатся. Ну, надо сказать, что если раньше считалось, что хирург делает в год больше 200 операций, это хорошо, 250 это много, то сейчас в стенах нашего центра в год пополняется уже, мы можем сказать, больше 12 тысяч операций. То есть, ну, по информации СМИ последней, у вас на одного доктора приходится около 300 оперативных вмешательств. Да, это такая средняя, скажем так, температура, среднее число, но надо помнить, что сюда еще не учитываются ассистенции. То есть доктора не только оперируют, они еще ассистируют. То есть это самостоятельные операции, когда доктор является ведущим другом. И тут сразу возникает, извините, вопрос, это много или мало на одного человека? Это достаточно много. Хорошо ли тогда это или плохо? Да, это хорошая оперативная активность, потому что мы идем по пути, опять же, узкой специализации. Мы учим наших докторов, организуем отделения, у нас есть отделение вертебрологии, то есть доктора занимаются как и хирургией, позвоночником. У нас есть отделение взрослого ортопедии, допротезирования. Доктора занимаются протезированием коленного, отозрительного сустава, как и взрослого ортопедии. Есть отделение ортроскопии суставов, отделения коленного сустава, и доктора занимают столько ортроскопии коленного сустава. Есть отделение экстренное, которое занимается травмой. И, как показал опыт, узкая специализация – это хорошо. Это повышение качества. Это ведет к тому, что доктора пытаются, и у них есть время, скажем так, проблему изучать глубоко, если хотите копать, рыть, учиться. Мы приглашаем к нам, это наш, скажем так, если хотите, принцип. Мы стараемся перенимать опыт у ведущих зарубежных коллег, Как сейчас эти обстоят дела? Удается делать? И за какой счет? Да, удается. И удается за счет клиники. За счет клиники. Да, безусловно, за счет клиники, если мы хотим расти, мы должны вкладываться. Обучение – это одна, наверное, из самых важных и надежных инвестиций в наше время в вложениях в образование. Но еще раз тогда уточню, поскольку клиника региональная, вот эти средства – это региональный бюджет, это те деньги, которые зарабатывает своя клиника за счет каких-то предоставляемых платных услуг, откуда это? Да, я расскажу об этом чуть позже. Я сейчас расскажу о последующем. Это важная часть нашей беседы. И подойду к следующей составляющей, кроме коллектива, это тренотеринческая база, чтобы называться центром. Для этого, ну, по стране была масштабная программа модернизации здравоохранения. Ну, и надо сказать, что, естественно, она нас тоже затронула, и мы получили немало единиц ворудования. Мы неплохо оснастились. Наши фонды оснащенность, фонды вооруженности, на сегодняшний день, наверное, очень приличные. И если говорить о том, как мы смотримся на фоне других федеральных учреждений здравоохранения, по данному профилю я бы сказал, что мы оснащены многим лучше других. Мы участвовали в федеральной цифровой программе по повышению качества оказанностей на помощь пациентам, продолжая транспортных происшествий. Здесь тоже, в общем-то, были определенные структурные преобразования, материальные обложения. На сегодняшний день мы владеем аппаратом МРТ, современным аппаратом компьютерной тонографии. И у вас эти аппараты не проставят? Не проставят, они работают круглосуточно. У нас есть в нашей структуре 17 операционных. Все операционные оснащены наивейшей аппаратурой. Хирургической, следящей аппаратурой. У нас есть аппарат для компьютерной навигации. У нас 6 стациональных рентгеновских аппаратов. Три из них цифровых, наверное, профессионалы поймут и оценят это. У нас 5 аппаратов для интероперационной рентгеноскопии. Это тоже специфическая вещь, но надо сказать, что если какая-то книга имеет один, это хорошо, два, это замечательно. Поэтому все это позволяет делать нам в год более 12 тысяч операций. И вот на сегодняшний день я специально посмотрел, мы выполнили 950 высокотехнологичных операций. А это действительно именно чем мы отличаемся от федеральных учреждений? Ну, финансирование. Я тихонечко к этому подхожу. Мы работаем в рамках базовой программы ОМС. Базовая программа ОМС с прошлого года... Обязательно високотехнологичной помощи? В соответствии с приложением. И в этом году впервые по высокотехнологичной институтской помощи это приложение к базовой программе, утвержденной по стране Плюсерской Федерации. А все ли, кстати, клиенты и пациенты ваши знают, что у них в ОМС входят такая... Да, они знают это только потому, что мы пациентов госпитализируем, но на Кировских и Нагородних. Они понимают, что эта помощь оказалась бесплатно, по полюсу, в рамках базовой программы ОМС. Мы, более того, мы, я сказал, оказали помощь 950 пациентов по ОМП. Из них, и нагородних пациентов, я специально посмотрел, 450. Что значит, они специально приезжают сюда? Да, они приезжают сюда. Да, всего мы с начала года пролечили где-то порядка 900 пациентов и нагородних. Не выщерб кировскому, сразу могу сказать. Безусловно, из них 450 – это высокотехнологичная помощь, анденда, протезирование суставов, операционные позвоночники, приношеное протезирование. И все это происходит бесплатно, в рамках базовой программы ОМС. Это именно потому, что наш центр травматологии, ортопедии и нейрофергии имеет вот такую техническую базу, такую профессиональную базу, что любят у нас в других городах. То есть у нас зачастую пациенты неинформированы о своих правах. Надо сразу сказать, что любой человек, который имеет полюсу ОМС, он имеет право на оказание медицинской помощи на территории субъекта в рамках территориальной программы ОМС, а на территории Российской Федерации в рамках базовой программы ОМС. Базовая программа ОМС включает в себя виды высокотехнологичной медицинской помощи. И именно таких пациентов мы принимаем. Что касается травматалов и ортопедии, это достаточно большой, можно сказать, исключительный перечень видов. Это эндопротезирование суставов, это операция на пациентке, это операция на грудной клетке, деформация позвончика. И в связи с этим мы оказываем помощь и кировским, и нагородным пациентам. Благодаря тому, что мы изменили структуру и пошли по пути узкой специализации, мы открыли другие отделения. Последние наши новшества мы открываем отделение послеоперационное, так называемое, это отделение, куда будут попадать пациенты после эндопротезирования, после каких-то серьёзных операций на 4-5-е сутки. Это отделение повышенной комфортности для всех и будут долечиваться, получить раннюю реабилитацию и выписываться. Естественно, нам позволит ещё нарастить наши мощности. Поэтому сами понимаете, что 17 операционных требует достаточно чётко работающей, слаженной структуры. Так, одну минуточку. Напоминаю нашим слушателям, что Дмитрий Курдюмов, у меня в гостях главный врач Центра отоматологии, ортопедии и нейрохирургии. Я не ошибаюсь, всё правильно я сказала. Вот всё-таки, возвращаясь к вопросу о финансах, Вы сказали, что за счёт собственных средств теперь Центр Ваш имеет возможность посылать, в том числе, Ваших врачей на обучение. Итак, эти деньги от обслуживания по МС аккумулируются клиникой. Есть ли у Вас услуги, которые Вы оказываете на платной основе? И, может быть, какой-то вес сравнить? Что Вы говорили? Очень интересный вопрос. Ну, скажем так, если мы говорим о платных услугах, то ко мне приходили представители страховых компаний по добровольному центру страхованию. И говорят, давайте заключим с вами договор. Я говорю, я с удовольствием это сделаю. Скажите мне, что Вы хотите. И что хотят? Не возвращались. Поэтому, если внимательно почитать базовую программу МС, территориальную программу МС, туда входит весь перечень видов, которые должны оказываться бесплатно в соответствии с полюсом. Есть часть видов высокотехнологичной медицинской помощи, которые не входят в базовую программу. Севербазовая оплачивается за счёт средств федерального бюджета, за счёт средств бюджетных субъектов, либо за счёт средств и федеральных бюджетов, и бюджетных субъектов в рамках софинансирования. Но это небольшой перечень. И здесь, в общем-то, работают механизмы направления, в том числе и федеральные учреждения здравоохранения. А оплатные услуги в настоящее время, если пациент знает свои права, это на сегодня условия пребывания. Можно просить дополнительные услуги. Это палаты повышенной комфортности, это дополнительный пост, ну, что-то в этом роде. — Судя по тому, что вы говорите, этот вес совсем маленький доход. — Он незначительный, я вам больше скажу. Я не помню, когда последний раз мы заключали договор на платные услуги пациентам, имеющим полис ОМС. Мы заключаем договор на платные услуги иностранным гражданам, которые не сострахованы и приезжают к нам на, скажем, оперативное лечение. — Мигранты, например? — Это не мигранты, это жители, скажем так, ну, назовём так, из дружественных республик, ранее союзных. — Понятно. — Вот. Там, да, мы оказываем помощь на платную услугу. — Ну, это тоже совсем небольшой приз. — Ну, и к платным услугам относятся оказание помощи военнослужащим, приоритетным лицам, это те, кто не имеют по закону полис ОМС. — Но у них тоже какая-то своя... — Да, за них оплачивает работодатель. — Вот сейчас вернёмся к отделению послеоперационного долечивания, куда можно переводить пациентов, насколько я понимаю, на 4-5 сутки после проведения операции. — Да, мы только открываем его сейчас. Причём вот эта идея возникла у нас, и мы думали, насколько это приемлемо. Мы понимаем, что в этом отделении должны быть созданы условия. Это опытный коллектив, который будет принимать пациентов после каких-то больших операций, надо заниматься реабилитацией. Мы спросили наших зарубежных коллег, вот у нас был коллега, значит, из Австрии. Как у них это организовано? Он говорит, да, действительно, у нас есть, но только вот в разных зданиях. Это достаточно эффективно, в общем-то. Ну и... — А почему в разных зданиях? — Ну, это особенность расположения. Да, у нас... — Ага. — Вот. Отделение долечивания, я сказал, находится на горе в Альпах. Да, у нас это близкое расположенное здание. Еще раз повторюсь, для всех палаты с повышенной комфортностью, телевизор, холодильник, ну и прочее необходимое, уже я не скажу, что там удобство, это нормальные условия приговора. — И на какое количество мест вы планируете открыть это отделение? — Это отделение планируется, ну, скажем так, пока оно не открыто, я не буду называть, насколько мы проходим сейчас процедуру лицензирования. Достаточно сложная процедура. — БояVeryетесь разговаривать. — Здравствуйте. — Чтобы проверить распотребнадзору. Но я думаю, что насколько наши площади позволят, насколько это отделение будет развернутое. — И что это за пациенты, которые могут переводиться в такое? Не все ведь, наверное, послеоперационные... — Это пациенты, прежде всего. — Трибуют? — Да, это пациенты, которые поступают к нам не с травмами опорно-двигательного аппарата, прежде всего, наверное, пациенты для ортопедической операции. Это пациенты на эндопротезирование тазобедриного, коленного сустава, пациенты на реконструктивной операции связочного аппарата коленного сустава, пациенты после протезирования плечевых суставов, локтевых, может быть, тасно-фаланговых суставов. То есть это мобильные пациенты, те, кто может передвигаться. Надо сказать ещё очень важную часть для того, чтобы заниматься ортопедией и крутить рекламу в других субъектах. А на сегодняшний день мы сейчас информируем граждан других субъектов через средства массовой информации, в том числе по радио, мы публикуем статьи, где-то есть реклама по ТВ о возможностях как раз базовой программы и возможностях нашей клиники, работы в рамках базовой программы. Привлекает клиента. Чтобы крутить рекламу, Вы сказали, в других регионах, я так понимаю, нужны дополнительные средства. Нет? Наверное, так, но мысль была не такая. Дело в том, что мы информируем граждан и создаём условия для оказания этой помощи. Но для того, чтобы это произошло, нужно было, вот если спросить, как мы раньше назывались, травма. Да. Оно приятное уже название у всех вызывает. У всех вызывает, у наших докторов пока не ностальгия, но для того, чтобы это всё было возможно, реклама, высокие технологии, показатели. Раньше мы лечили 5600 пациентов в год, я называю цифрой 12. При этом пациенты не лежат в... В два раза вырос в палатах. Раньше было 8 операционных, сейчас их 17. Да, вырос штат. Возросла оборачиваемость. Если раньше средний пациент, как бы, в наших стенах, в среднем 23-24 дня, то сейчас последняя наша цифра – это 10, максимум 11 дней. Это стандартная такая. Да, с учётом, даже это много, это с учётом того, что в эти цифры у нас ещё включаются и пациенты, длительно лежащие в отделении, скажем так, с термической травмозоговой. Так вот, с травматологией нужно было разобраться, и сейчас все пациенты, кировские пациенты, если поступают иногородние, а мы принимаем иногородних с травмами, тоже к нам направляют другие субъекты, без лежащих пациентов, они оперируются в день поступления, преимущественно. Сразу? Сразу, да, и поступают в отделение уже прооперированные. Если нужно, мы даже по неотложным показаниям, скажем так, и по экстренным, по неотложным показаниям выполняем эндопротезирование суставов. Это вот, чего мы сказали. Для того, чтобы можно было себя хорошо презентовать, нужно было, чтобы травма переросла в Центр травматологии и ортопедии. Совершенно верно, да. Нужно было пересмотреть структуру. Я могу сказать, что наряду с тем, что мы пересмотрели схему организации помощи пациентов с травмами, ортопедическими, естественно, мы организовали разные потоки поступлений в приемных покоях. У нас пациенты с травмами поступают через новый реконструированный приемный покой, через два отделения. Это отделение для ходячих пациентов, часть для ходячих пациентов, для лежачих. И в этом году мы открыли приемный покой для плановых пациентов. Приемное отделение цивилизованное, где стоит кулер, где работает кондиционер. Поэтому для того, чтобы пациента привлекать в наше время, ну, в общем-то, пациент становится требовательным. И это правильно. Еще раз. Дмитрий Курдюмов, главный врач Центра травматологии, ортопедии и нейроархирургии. У нас остается буквально 2,5 минуты до завершения программы. Я все-таки хочу добить вопрос про отделение послеоперационного долечивания. И еще кое-что спросить. Подловил меня здесь Дмитрий Александрович. У меня есть айфон на столе, а я им, оказывается, плохо пользуюсь. Мы скажем, почему им можно пользоваться в отношении этого центра. Так вот, пока вы мне не раскрыли информацию, на сколько мест планируется отделение послеоперационного долечивания, может быть, какие-то сроки открытия этого отделения можно обозначить? Мы планируем, что это отделение окончательно будет открыто в течение 4-6 недель. Сейчас фактически мы закончили там ремонт, мы оснастили палаты всем необходимым. Мы заканчиваем подготовительные работы, получаем лицензию на оказание, специализируем высокотехнологичную помощь в этом отделении. Это необходимо. И тоже дополнительный штат будете набирать или вот в силу того, что это что-то есть? Нет, мы пересмотрим структуру, нашу штатную структуру, наши клиники и туда пойдут. Ну, скажем так, у всех получаются некоторые вещи лучше. Кто-то лучше оперирует, кто-то лучше пациента долечивает, перевязывает. Есть, скажем, профессионалы долечивания, общения с пациентами, реабилитации. И в этом отделении будут аккумулированы такие специалисты, безусловно. И каждый будет заниматься своим делом. Кто-то будет больше оперировать и контролировать пациента, смотреть, как ведут пациенты в этом отделении, кто-то будет их перевязывать, долечивать, реабилитировать и так далее. Но что касается записи пациентов, там действительно в этом году мы разработали два мобильных. Мобильное приложение, доступное на системе Android и iOS. Это мобильное приложение, называется Центр травматологии артипедии и нейрохирургии. Причем мы назвали его раньше, чем переименовались. Мы хотели так называться. Мы приложение разработали несколько месяцев назад. С помощью него можно посмотреть нашу структуру, можно увидеть фильмы нашей клиники, можно посмотреть, как мы оснащены, примеры оперативного лечения, как к нам доехать, там есть форум. И что самое главное, можно записаться к нам на оперативное лечение тоже через это приложение. И вы мне сказали, что по России, даже в Кировской области точно, но и по России не каждая клиника имеет такое приложение мобильное. Абсолютно точно. Не каждая клиника имеет мобильное приложение, доступное на Android и iOS. Наверное, я не ошибусь, если я это буду так утверждать. Ну вот я еще расскажу, почему я подняла этот вопрос. Буквально до начала записи я сказала что-то, как-то сведения. Я смотрю по вашей клинике, по количеству операций и так далее, 2013 года. На что мне, Дмитрий Александрович, заметил. Вот у вас лежит iPhone. Что же вы им не пользуетесь? Потому что вся информация сейчас, благодаря этому мобильному приложению, доступна вот каждому человеку, у кого есть смартфон практически. Да, я заканчивая нашу программу, хочу попросить вас как-нибудь прийти в наш редакционный эфир, потому что мы очень заинтересованы как раз в развитии темы постоперационного ухода для больных, которые получили травму и лечились на дому. Мне кажется, она тоже очень остра. Очень много вопросов наши слушатели задают. Что можно, как помочь, чем помочь, где обучиться. Это отдельная уже тема. В рамках этой программы даже поднимать сейчас не буду, но хочу взять с вас обещание, что вы придёте к нам. Обещаю вам. Большое спасибо. Дмитрий Курдюмов, главный врач Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, был в программе. Будьте здоровы. Светлана Занькова. До свидания. До свидания.